Вы смотрите программу «Губерния». Вот главная тема выпуска. Улицы города вновь превратились в реки. Автомобили в лужах теряют номера. Пешеходы не могут подойти к остановкам и пройти по тротуару, не промочив ноги. Ливневки там, где они есть, не справляются с потоками воды. В соцсетях гуляют списки того, что необходимо приобрести мобилизованному. Родственники ужасаются. Во сколько это может обойтись? Но оправданы ли расходы? А завтра автомат уже начнём покупать. Расскажем, чем должны обеспечить призванных из запаса. Министр МЧС в Иваново он посетил старейшую пожарно-спасательную часть города. И мы расскажем, как это было. Говорят, сначала здесь жили маргиналы, которые постоянно устраивали пьяные дебоши. Затем обитатели умерли. И пустующие комнаты быстро облюбовали бомжи. Шум, возлияние и драки продолжаются в Кохомском общежитии с большим размахом. Куда же смотрит местная власть? Мы узнали. Ивановская текстильная компания производит до 90 тысяч изделий в месяц. На фабрике трудятся более 50 сотрудников, а в перспективе увеличение штата вдвое. Мы недавно были совсем маленькие крошки, но чуть-чуть потихонечку развиваемся. Представители власти познакомились с производством и примерили некоторые изделия. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте. В студии Сергей Веселов. В среду временно исполняющий обязанности военного комиссара области Николай Русаков дал видеокомментарий по поводу частичной мобилизации. Первый этап частичной мобилизации выполнен полностью на 100%. Мобилизованных из Ивановской области направляем воинские части и учебные центры Западного военного округа. У нас в регионе работает горячая линия по номеру 122. Каждое обращение граждан, которое к нам поступает, будет оперативно рассмотрено. Мобилизованные полностью обеспечиваются абонированием в воинских частях и учебных центрах. При себе граждан необходимо иметь необходимые учетные документы, паспорт, личные вещи. В соцсетях, между тем, начали гулять списки того, что необходимо приобрести мобилизованным. Пунктов там немало. Пользователи активно обсуждают, во сколько это может обойтись, и возмущаются, что магазины спецодежды резко подняли цены. Так ли это и чем обеспечат призванных из запаса, расскажет Марина Зенина. Магазинов спецодежды в Иванове не так много. По словам продавцов, некоторые позиции уже действительно отсутствуют. Например, спальные мешки, определенные размеры обуви, термобелье. Покупатели идут сюда потоком. Некоторые приезжают даже из других областей, потому что в Иванове дешевле. У текстильного края есть преимущества. Например, в этом магазине продают вещи, сшитые на местном производстве. Однако даже здесь уже испытывают дефицит, так как задерживаются поставки тканей. Раньше закажешь и сразу привезут. А теперь перебои. Теперь все заказывают, всем нужно. Это не у нас только у одних такая ситуация. Поднимаете цены действительно? Мы нет. Но у меня бывают перекупщики. Берут и ставят двойную цену. В соцсетях гуляют списки того, что необходимо купить вновь призванному. Родственники возмущаются. Сумма набегает немаленькая. Екатерина обошла уже несколько магазинов. Говорит, друг-контрактник недавно вернулся. Мужа только призвали. Цены подняли. Ну, где-то делали скидки, но там уже почти ничего нет. В самой армии, говорят, дают не очень хорошие вещи. Что-то могут вообще не дать. В первую очередь спальник, обувь. Потому что, говорят, не очень удобные. Ну, обязательно бинты, жгуты. Все вот такое. До первой помощи. Некоторые собираются покупать даже бронежилеты. Прицелы с функцией ночного видения, тактические очки. Как рассказал председатель Союза десантников области Рафаэль Нугманов, ехать без всего не стоит. Но поддаваться панике и тратить деньги впустую тоже. Сегодня солдат может просто не знать, какие вещи ему выдадут завтра. Ажиотаж. Я куплю все там бронежилеты, каски куплю. А завтра автомат уже начнем покупать. Половина вещей, которые он покупает, они там не нужны. Понимаете, нужны. Плащ палатки им выдают. А форму ветра влагозащитные им тоже по норме удовольствия положено в тех регионах, где вот это погодное условие позволяет. Птички некоторые просят. Ну, и это будет выдаваться уже непосредственно перед выполнением боевых задач. Необходимо, по словам ветерана ВДВ, взять влажные салфетки, 10 пар носков, в том числе и теплые, двойные перчатки, вязаную шапку, несколько смен нижнего белья. Подтвердил это и отец военнослужащего 98-й дивизии. Десантник после осколочного ранения всего тела под Херсоном сейчас проходит лечение и реабилитацию в Иванове. На довольствие все там есть. Он ничего такого не просил у меня. Он сказал, у меня там товарищи боевые меня вытащили. Может, я пойду тоже кого-либо вытащу. Боевой настрой и у вновь призванных, говорят представители Союза десантников. Накануне они убедились в этом лично. Посетили мобилизованных в расположении 98-й дивизии. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Тем временем, по нашей информации, военкомат Ивановской области спустил в свои подразделения рекомендации по категориям, получающих отсрочку при частичной мобилизации. В частности, речь идет о том, что отсрочку от призыва в регионе могут получить учителя школ, преподаватели колледжа и вузов, все медицинские работники, работники сфер жизнеобеспечения. Также принято решение, что с каждого предприятия нельзя призвать более 10% от лиц, подлежащих мобилизации. Но важно, что это касается только тех, кто работает непосредственно в учреждениях на территории региона. Сохранят и коллективы предприятий, работающих по гособоронзаказу. На промышленных и производственных предприятиях могут быть забронированы инженерные кадры. Кроме того, отсрочка коснется руководителей компаний, в том числе малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, если они являлись таковыми на дату объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Напомним еще раз. В обл.военкомате заявляют, что первый этап частичной мобилизации завершен и прошел он без срывов. Официально существование таких рекомендаций об отсрочке не комментируют. При этом в пресс-службе областного правительства пояснили, что мобилизационная комиссия региона, так же как и муниципальная комиссия, вправе принимать организационные решения по частичной мобилизации в рамках своих полномочий. Добавим, что при получении повестки кому-либо из указанных категорий рекомендуется направить в военкомат сообщение о своем месте работы для получения соответствующей отсрочки. А руководителям предприятий и организаций ходатайствовать о соответствующих отсрочках, имея в виду данную рекомендацию. Иваново заливает. После проливного дождя город ушел под воду. МУПС ИЖХ в среду с 8 утра направила три машины для ликвидации подтоплений на общественных территориях. После техника приступит к работе по заявкам жителей. А проблемных мест действительно множество. Только в нашу редакцию прислали несколько видео. Мы вам покажем один яркий пример подтопления. Смотрите сами. Наумовское море. Так выглядит подъезд к домам на улице Наумова в Иванове. Между домами 3А и высоткой номер 5 – гигантская глубокая лужа. Пешеходный переход уходит в воду. На подтопление жители многоэтажек на набережной жалуются постоянно. Проблема, уверена, в новой дороге. Ее начали делать два года назад. Но объект до сих пор не сдали. Много серьезных недоделок. Ливневки есть, но с водой они, очевидно, не справляются. Сколько понадобится цистер на откачку такого объема воды – вопрос открытый. Иваново посетил министр МЧС России Александр Куренков. Основная цель визита – изучить пожарную инфраструктуру региона. Поэтому точек посещения было несколько. Моя коллега Наталья Сергеева встретила министра у старейшей пожарно-спасательной части города. Бывшая не горелая, а ныне советская улица Иванова – пожарная часть номер один. Посещение которой министр МЧС начинает с возложения цветов к мемориалу погибшим пожарным этой части. Артем Мусикаев и Александр Кубышин спасали жизни сотрудников цеха на территории мебельного комбината. 89 человек удалось вывести, но сами пожарные остались под завалами конструкций здания. Ваши профессионализм, мужество и самоотверженность – последняя надежда для попавших в беду людей. И вы готовы рискнуть с собой, чтобы дать возможность жить другим. Это высшее благородство, доступное человека. Спасибо вам за ваш труд. Глава МЧС страны встречу с сотрудниками различных пожарных подразделений начиная с вручения наград. Алексей Савин получил медаль «За отвагу на пожаре». Поздравляю вас. Служу России. Вместе с коллегами в прошлом году он проявил себя при тушении крупного пожара в жилом доме поселка Чернореченский. Тогда из горящего дома удалось вывести 75 человек. Его боевой товарищ Александр Лукашин погиб. Награду министр вручил его семье. Еще одна медаль «За спасение на пожаре» сейчас на груди Алексея Белякова. В феврале этого года он спас несколько человек во время тушения огня в многоквартирном доме. Трудность была в том, что время было позднее, ночное. Пятый этаж, соответственно, дом коридорного типа. Много народу было заблокировано. В принципе, вот в этом заключалась основная трудность. Всего глава МЧС Александр Куренков вручил 10 медалей. В том числе за работу при тушении крупных лесных пожаров в августе в Южском районе. Андрей Шляпников провел в горящих лесах 9 суток. Задымленность была очень сильная. Первую ночь поехали в лес. Где-то тушение было на площади гектаров, наверное, 500. Сложно ли было работать? Сложно. Ну, хорошо, что гридера помогли. Сделали и дороги лесные, и подъезды. То есть почти везде можно было подъехать. Вот. Но в основном тушили как бы подручными средствами. Ну, рюкзаки, лопаты. Вот это все. После торжественного вручения прогулка по старейшей пожарно-спасательной части города. Построена она была в 1899 году. История богатая, но все по-современному. Здесь у нас диспетчерская. То есть с 0-1 поступают звонки сюда. Она уже направляет по команде, сколько делений у нас выезжает на пожар. Ну, как бы здесь не только лицо, но и мозги, можно сказать, части. Вот. Грамотный, хороший диспетчер. Это правильно потушенный пол пожара. Министр проверяет условия несения службы. Техническая оснащенность на уровне. Но главное, чтобы каждый из сотрудников был уверен друг в друге. Личный состав понимает, ответственно относится, поддерживает порядок. Мы стараемся создать человеческие условия, чтобы люди, находясь здесь в части, чувствовали себя как дома. Да, и я это уже чувствую. Здесь можно жить, рассказывают сотрудники. Есть несколько спальных помещений, душ, кухня. Товарищ министр, знаете, как бывает? Вот принесли суп гороховый, ну, щи и борщ положили в одну кастрюлю. Ну, караулы – это семья. Они сели, поели, поговорили. И отправились спасать людей. Район выезда дежурных караулов – больницы, университеты, администрация Иваново, заводы и дворец искусств. С начала года у нас более 2000 выездов, 84 потушенных пожара – это только в нашем районе выезда. Естественно, мы выезжаем и на помощь в соседние районы, ну, там уже количество пожаров увеличивается. В общей сложности в первой пожарно-спасательной части трудится около 50 человек. Дежурят сутки через трое и спасают население вот с помощью такой техники. Здесь есть три автоцистерны и одна автолестница. Министр МЧС также посетил пожарно-спасательную академию. Сейчас здесь учатся более 3000 студентов и курсантов. Главе ведомства показали, какие есть условия для практической работы в учебных комплексах. Он отметил, что здесь есть такие наработки, которыми стоит поделиться с другими вузами. Академия произвела впечатление. Вот я сегодня лишний раз у вас именно в Иваново посмотрел. Там есть очень интересные наработки. Я их не видел в других учебных заведениях. И были фрагменты, но вот такого объединенного и уже, можно сказать, до конца доведенного, проработанного и даже почти зарегистрированного. Вот я прям поздравляю вас и губернатору, что у вас есть такие наработки. Мне приятно. Также с руководством Академии МЧС Александр Куренков обсудил и дальнейшее развитие учебного заведения. Совершенствование учебного и практического процесса продолжит. Также в рамках визита в Ивановскую область министр МЧС провел рабочую встречу с губернатором Станиславом Воскресенским. В правительстве они обсудили ситуацию с лесными пожарами, которая сложилась в регионе и центре России месяц назад. Напомню, Южский район тогда был охвачен огнем. Дополнительно привлекались силы МЧС, чтобы ликвидировать пожар. Я хотел сказать особое слава благодарности за то, как сотрудники МЧС отработали тушение пожаров в Южском районе. Вы лично приняли в этом участие. В кратчайшие сроки была мобилизована группировка МЧС. И силы, и средства, и самые главные кадры, конечно, удалось взять под контроль очень оперативно пожар и его ликвидировать. Сергей Сергеевич, я лишний раз и вас хочу поблагодарить за ту слаженную работу, потому что лесные пожары – это немного не наше направление, но мы всегда стараемся и всегда отзываемся на эту работу. И, как мои коллеги всегда говорят, мы идем на огонь. Наша позиция и тактика наступательная. Наша задача – огонь уничтожить. Мы его будем уничтожать. Ну а сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вот о чем узнаете во второй части выпуска. Говорят, сначала здесь жили маргиналы, которые постоянно устраивали пьяные дебоши. Затем обитатели умерли и пустующие комнаты быстро облюбовали бомжи. Шум, возлияние и драки продолжаются в Кохомском общежитии с большим размахом. Куда же смотрит местная власть? Мы узнали. Ивановская текстильная компания производит до 90 тысяч изделий в месяц. На фабрике трудятся более 50 сотрудников, а в перспективе – увеличение штата вдвое. Мы недавно были совсем маленькие крошечные, чуть потихонечку развиваемся. Представители власти познакомились с производством и примерили некоторые изделия. В муниципальных комнатах Кохомского общежития незаконные постояльцы устроили притон. Выселить самозванцев у соседей не получается. Не первый год люди пытаются привлечь внимание властей к этой проблеме, но безуспешно. Шумные компании маргиналов и бомжей продолжают проживать в общежитии. В одну из таких ночлежек побывал Владимир Еремин. Когда-то здесь царили тепло и уют. Сегодня хаос и разруха. В Кохме в доме на машиностроительной четырехкомнатной секции на третьем этаже со слов соседей принадлежало аккуратным и добросовестным жильцам. Последние несколько лет здесь хозяйничают посторонние люди. У несогласных и активных, утверждают жители, самозванца выбивают окна. Здесь притоны собираются, наркоманы, алкоголики, все, кому не лень, бездомные. В минувший четверг одна из таких вечеринок закончилась тем, что рано утром алкоголики разбили стекло соседки со второго этажа. Кульминацией стал пожар, который случился здесь на прошлой неделе ночью. Всех жильцов эвакуировали. После того, как потушили возгорание, в комнате был обнаружен труп. Ну, это остатки от того, после пожара до этого женщина жила, она тоже умерла, тяжело больная, и заселился сюда мужчина. Самовольно. Никому до этого дела не было, ни администрации сообщали, ни полиции, ни кого, пока вот это вот не случилось. То есть и комната сгорела, и, соответственно, мужчина сам сгорел. Стоит отметить, обгоревшая комната из маневренного фонда Кохомской администрации. Последнее время было открыто. По словам местных жителей, дверь в злополучную квартиру они забивали своими силами постоянно. Но непрошенных гостей это не останавливает. Но ее вышибли все равно, этот контингент. Второй раз забили, все равно это происходит. Также ни администрация, ни полиция не реагирует. Полиция говорит, это не в наших полномочиях, сделать мы с ними ничего не можем. Несмотря на то, что все-таки как бы проникновение в чужое жилье. А вот непрошенных постояльцев не смущает то, что жилье чужое. Для них это бесплатная ночлежка и распивочная. К тому же в квартире есть все необходимое. Мебель, кухня с плитой, туалет, горячий душ и даже балкон с красивыми видами на город. О том, что собственность муниципалитета открыта для всех, Кохомские власти, видимо, узнали от нас. Обращений по данным моментам не было ни в администрацию, ни в комитет. То есть регулярно, насколько я знаю, проводятся рейды полиции. Вот в это общежитие по данным адресам. Поскольку там очень много социальных элементов, так сказать, живут. Сами представители местной власти, судя по антисанитарному состоянию комнат, проверяют подведомственное имущество исключительно по знаковым случаям. Ну вот в августе были. Как раз у нас было обращение граждане после пожара. Антон Николаевич у нас проходил туда, в эту комнату. Комната была закрытая. Все в удовлетворительном состоянии. Заместитель председателя комитета по управлению имуществом Антон Балыков утверждает, что подобных популярных среди определенного круга лиц общежитий в Кохме-2. У нас, конечно, вопрос возникает с общежитиям, где Аб-64. Как бы машина стоит в 12-м, такая более элитная считается. Правда, во дворе этого элитного общежития даже освещение отсутствует. В темное время суток коренные жители опасаются заходить в подъезд и проходить мимо злополучной квартиры. Неизвестно, кто в очередной раз захватит бесхозные квадратные метры. Вот у нас желание, честно, прям переубивать их. Вот честно. Потому что то, что здесь происходит, это вообще невыносимо. Владимир Еремин, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». В Ивановской области построят новый завод по производству паровых котлов. Стоимость проекта почти 700 миллионов рублей. Завод по производству паровых газотрубных котлов планируют построить в Фурманове компания «Брокс». Предварительные сроки окончания работ – конец 2024 года. Мощность завода составит 50 единиц в год, что соответствует мировым стандартам. Представитель компании «Инвесторы» рассказал, что промышленные паровые котлы применяются для технологических целей во многих отраслях промышленности. Строительный, нефтяной, деревообрабатывающий в сфере ЖКХ, а также на пищевых и молочных заводах. Предполагается, что благодаря строительству завода в области дополнительно появится свыше 60 рабочих мест. «Время сирени» – так называется новая выставка, открывшаяся в художественном музее. В основе экспозиции работы художницы Риммы Ульяновой. «Глубокие по смыслу и жесткие по выражению» – так о них отзываются создатели выставки. Подробности в нашем репортаже. Унылая монохромность, толкающая в меланхолию. Таким брошенный дом в плёсе увидела Римма Ульянова. Брутальное и бескомпромиссное изображение не характерно для женской руки. И тем не менее, автор – женщина. А это летний день, совсем другое настроение. А завораживает так же, как зимний пейзаж. И опять те же чёткие выверенные линии – лаконичное и понятное высказывание, не оставляющее у зрителя вопросов. Мне нравится просто чёткость и в работах, и в общении, и в принципе в жизни. Ну, видимо, это всё, ну и черта характера отражается в моих работах. На самом деле мне нравится и самокопанием заниматься, самоанализом. Я достаточно вдумчиво отношусь к некоторым вещам. И мне говорят, что иногда настолько это въедливо, что оно мне мешает даже жить. Ну, мне на самом деле близки работы такие более философские. Эта геометрия линий складывается в Ивановский банный мост. Неожиданное решение. Оттого и глаз не оторвать. Но таким бескомпромиссным творчество Риммы Ульяновой было не всегда. В юности её работы были более мягкими, женственными. Здесь их также можно увидеть. Разность работ говорит о том, что человек проживает жизнь, ищет. То есть это поиск, поиск чего-то нового, поиск на чём остановиться, может быть, или куда идти. Часть работ сделана во время Крымского пленэра. Римма Ульянова совершила поездку на полуостров в апреле этого года. Эти картины стоят особняком. Создатели выставки отбирали работы в экспозицию таким образом, чтобы раскрыть все грани таланта автора. Всегда мы отбираем работы, которые наиболее максимально точно отражают возможности художника, диапазон его творческих предпочтений, его творческое яркое лицо. Мы заинтересованы в этом даже в значительной степени больше, чем сам художник. Выставка Риммы Ульяновой будет работать в художественном музее до 20 октября. Сергей Веселов, Дмитрий Добыш, телекомпания «Барс». Неделю назад Ивановская текстильная компания переехала в новый цех. На новой рабочей площадке трудится 12 человек. В перспективе увеличение штата вдвое. Там планируют шить трикотажные изделия для взрослых и детей. Руководство областного центра оценило производство и качество одежды. Репортаж Ирины Афониной. Это новое подразделение Ивановской текстильной компании. Переехали недавно и только еще обживаются. Впрочем, рабочие места оборудованы современнейшим высокоскоростным швейным оборудованием. Кстати, в состав фирмы входит экспериментальный комплекс, который располагается по другому адресу. Он включает в себя специальное оборудование и программное обеспечение для разработки и пошива образцов одежды. В новом цехе изготавливают трикотажные изделия. Мы открылись буквально недавно и за небольшой период набрали достаточно большой оборот. И уже мы переехали в новое здание. Мы недавно были совсем маленькие крошечные, чуть потихонечку развиваемся. Здесь шьют трикотажные изделия бренда «Спелла». В перспективе освоить еще две новых марки одежды. На развитие компании и разработку новых брендов в прошлом и этом году направили около 9 миллионов рублей. «Спелла» – это комфортная, уютная, домашняя, красивая одежда. Нам бы очень хотелось, чтобы каждая женщина в домашней обстановке выглядела красиво и было ей комфортно. Ассортимент продукции текстильной компании весьма разнообразен. Присутствует и верхняя одежда. Спикер городской думы лично примерил пуховик. Как вам курточка? Отлично. Я хочу сказать, что я всегда ношу только иванские костюмы и, соответственно, теперь и пуховики, только нашего местного иванского производства, потому что у нас самые лучшие люди, они вкладывают свою энергетику в эти изделия. Компания производит 90 тысяч изделий в месяц. Выручка от реализации – около 600 миллионов рублей. На данный период сумма налоговых отчислений составила 53 миллиона. Предприятие достаточно серьезное, имеет большую историю, имеет производство как по Ивановской области, так и за рубежом крупное производство. Отрадно то, что в Иванове находится действительно такой интеллектуальный центр компании, которая сейчас активно развивается, производит верхнюю одежду, спецодежду, сейчас осваивает производство спальных мешков. Глава областного центра подтвердил, что таким предприятиям нужно и будут помогать людскими ресурсами и площадями для расширения. Ирина Афонина, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Ну а сейчас несколько слов о погоде на предстоящие сутки. Мы знаем, как вернуть здоровье ногам. Прием ведущего флеболога всего 990 рублей. Узивен обеих ног в подарок. Клиника «Варикоза» нет в Иваново. Записывайтесь. 300-300. В четверг в нашем регионе ожидается пасмурная погода. Дождь. Температура воздуха днем 8-10 градусов. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди не прекратятся, а столбики термометров немного повысят свои показания. В Рио. Мега-акция. Все чеки из текстильного центра участвуют в розыгрыше автомобиля. И, внимание, одного миллиона рублей. И кофе, бургер, лимонад в придачу. Осенний сезон стартовал. Сразу после выпуска новостей смотрите объявления в городской хронике. Интересные истории, видео и фотосообщения вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры. Вайбер и Телеграм. Номер вы видите на экране. Присылайте свои темы через наш сайт Иванова Ньюс или звоните по телефону горячей линии 58-77-77. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова